Здравствуйте, с вами сегодня Александр и я вам сегодня расскажу о своего рода такой транспортной системе для перевозки ребенка в автомобиле. Имеется ввиду автокресло. Перед вами сейчас база Isofix. Это база, на которую можно установить два автокресла. Она продается отдельно. Сюда можно поставить автолюльку Atom M. Это, кстати, новиночка. Хорошо, очень качественно сделанная. И второе кресло, которое вы можете поставить M2 Isofix. Обзор на отдельное M2 Isofix у меня уже на канале есть. Поищите, посмотрите, если хотите. А сегодня именно я вам расскажу о возможностях вообще использования этой базы и с креслом, и с автолюлькой. Начнем мы с вами изучение именно с люлечки. Вот, собственно, как выглядит люлька. Это классическая Cybox'овская люлька. Вообще у Cybox'а очень отличные люльки. Вообще без вопросов. Я даже могу смело говорить о том, что они одни из лучших люлик. Они действительно очень удобные, с классными вкладышами для ребенка. Вкладыши, причем, толстые, мягкие, под спиночку. Все, что нужно есть, чтобы ребенок не был сильно согнутым. В этом плане по комфорту и безопасности ребенка в автомобиле. В люльках Cybox' вообще можно смело быть уверенным, потому что они практически эталонные. Вот мне лично люльки Cybox' очень сильно нравятся. Это я не рекламирую сейчас ничего. Я вам просто говорю свое личное мнение. Мне нравится. Вот, это новая люличка Atom M. И, соответственно, давайте... M, M, кстати, у них Atom M, Base M, вот база называется, и M2iSize. Везде вот буковка M, это у них как бы одна такая серия для одной платформы. Все очень просто делается. Мы вот таким образом установили до щелчка. И благодаря базе Isofix, во-первых, мы сильно увеличиваем уровень безопасности. Потому что Isofix это жесткое крепление к кузову с упором в пол. Это очень хорошо и безопасно. Единственное, база стоит денег. Но безопасность наших детей тоже, естественно, стоит недешево. Поэтому очень рекомендую именно с базой приобретать. И, соответственно, когда вы, например, приобрели без базы, вы крепите люльку ремнем. Здесь есть вариант ошибиться, недонатянуть ремень, чуть-чуть неправильно его, где-то он подвылез, еще что-то. Есть вариант ошибиться. А ошибки здесь недопустимы, они могут быть роковыми. Поэтому база вам в помощь обязательно. В общем, я к этому. Вот. Собственно, вот смотрите, установили мы сюда люльку и едем. Сама база, кстати, ставится тоже очень легко. Здесь вот, видите, такие направляющие выезжают изофиксы. Нажимаем кнопочки. Вот изофикс. Убедиться вам нужно перед покупкой, что в вашем автомобиле есть изофикс. Это вот такие металлические скобки в автомобиле. После чего защелкиваем и задвигаем. Задвигаем для того, чтобы вся конструкция была плотно прижата к сидению. После чего упор в пол убираем в пол. Здесь загорается зеленый индикатор, говорящий о том, что можно ехать. Вот так мы возим ребенка. В принципе, по люльке добавить мне особо нечего. Единственное, скажу, что есть еще более старшая модель CloudQ. Это чуть помладше модель Aton M. Вот в Aton M единственный вот ее минус, на мой взгляд, в отличие от старшей. Кроме того, что старшая еще горизонтально раскладывается. Здесь нет серии Platinum. Здесь серия только Gold. Gold от Platinum отличается тем, что в Platinum используется более дорогая ткань. Здесь, к сожалению, такую выбрать нельзя. Но и даже Gold серия имеет хорошую приятную ткань, не раздражающую, тактильную, действительно приятную, мягкую. Поэтому, в принципе, тоже вполне себе отлично. И есть, кстати, вот такой вот козырек, который он очень большой. По своему ребеночку знаю, особенно в Петербурге. И вот во время года, когда у нас зима, еще вот солнце низко и слепит ребенка, светя в окно. Вот так вот накрыли и, пожалуйста, защищаемся от солнышка. Что удобно? Какие вообще плюсы использования автолюльки, а не просто кресло M2S? Там тоже можно с рождения ездить. Во-первых, положение ребенка здесь все-таки лучше, чем в универсальной категории 0.1. Хотя там тоже ничего, но здесь все-таки правильнее. И здесь вы можете отстегнуть ее, поставить на свою колясочку и вперед, поехать по своим делам. Естественно, быстро ехать, может, что долго нельзя, в такой, больше трех часов, новорожденному нельзя находиться в люльке. Имейте это в виду, кстати, обязательно. Вот, и когда вот вы приехали домой, ребенок в люльке спит, не хочется его будить, это точно. В кресле вам придется его все-таки вытаскивать в M2S, а в люльке вы сняли и пошли домой, прямо в ней. Это очень удобно, вы не будете ребенком. Поэтому вот такое своего рода решение для меня лично, мне кажется, это очень правильный подход, когда вы можете на одну базу поставить два кресла. Так, в принципе, с люлькой все. Единственное, я вам по безопасности, по технологиям безопасности расскажу. Здесь вот немножечко изменили, у них появилась... Она и была вот эта, вот эта, вот, по системе, при боковых ударах, которые гасит энергию удары. Она просто немножечко видоизменилась, и ей стало очень легко пользоваться. Вот эту штучку, систему LSP, нужно выдвинуть со стороны окна, она гасит энергию удары сбоку, если не дай бог, происходит ДТП. Раньше было чуть сложнее. Сейчас одним щелчком, так раз, раз и все. В принципе, суть в целом-то не поменялась, эффективность и была хорошей, но в использовании полегче. Чтобы снять, вот, и пошли с ребеночком домой. В принципе, по люльке все. Сейчас мы поставим сюда само кресло. M2 iSize. Вот, давайте я вам покажу, все-таки, в варианте для новорожденного. Здесь, в этом кресле, вот, посмотрите, обзор, я уже это все показывал. Есть вкладыш для новорожденного. Но, как ни крути, все-таки, в люльке ребенок чуть... В автолюльке, вот, Atom M, ребенок чуть больше лежит, ему там стопроцентно комфортнее. А когда соединены группы 0 и 1, это все-таки какое-то компромиссное решение, чем-то приходится жертвовать. А новорожденный ребенок все-таки самый хрупкий, хочется ему максимум комфорта предоставить. Соответственно, вот, ставим кресло, оно ставится и по ходу движения, и против хода. Против хода в нем мы ездим... Вообще, по новому стандарту iSize, мы должны против хода ездить где-то до 15 месяцев. К сожалению, в люльке Atom M, ребенок не помещается до 15 месяцев. Действительно, ребенок уже достаточно большой. Как только мы из люльки выросли, мы пересаживаемся в это кресло, также против хода движения, и едем где-то до 15 месяцев. Потом, когда ребенок вырастает... Мы переворачиваем это кресло. Все, чуть-чуть промахнулся. Вот так мы, в принципе, едем по ходу движения. Также у нас есть возможность наклона. Наклон по ходу движения, он действительно не очень большой. Вы сами это видите. Надо будет, конечно же, когда развернем вперед, уже убрать этот вкладыш. Во взоре посмотрите, опять же напомню, там все показывает. Вот. И двигаемся уже до 100 сантиметров роста в движении по ходу. Это уже после 15 месяцев. Вот. В принципе, считая вот это вот решение, использование автолюльки с креслом, не просто одно кресло, как универсальное использовать, а именно с автолюльки, плюс возможность сценария на коляску у вас появляется. Вот это решение, мне кажется, более грамотным для ребенка. Безопаснее, удобнее. Вам же удобнее, когда он спит, вы пошли домой элементарно. Вот. Вот. Немножечко дороже, но, опять же, это уже не сегмент, скажем так, бюджетный. Это уже такой премиум, можно сказать, сегмент. Здесь не дешево это все стоит. Но, опять же, автокресла, автолюльки, именитых брендов, таких как Cybox, они никогда дешево не стоили. Это вы осознанно покупаете систему безопасную и удобную для ребенка, для автомобиля. Вот. Поэтому я бы рекомендовал, если у вас есть такая возможность, использовать такую систему с автолюлькой для ребенка. Родился люлька, подрос, против хода движения продолжаем возить в этом кресле, потом вырос, разворачиваем и до 100 сантиметров роста. Это где-то 3 годика ребенку. Вот. Кресло удобное. Опять же, ткани, в принципе, очень даже классные. Вот. И по системе безопасности. Это одно из самых безопасных кресел. Что тут говорить. Вот. В принципе, что хотел рассказать, я вам рассказал. Добавить мне особо больше нечего. Я просто вот вам свое мнение. И рассказал уже. И считаю, что это хороший вариант. Поэтому рекомендую вам обратить на это в систему в таком виде внимание, если у вас есть такая финансовая возможность. Вот. И если это видео вам было полезно, вообще интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. Это очень важно для меня. Это мне действительно помогает делать для вас больше обзоров. Лучше обзоры делать. И, соответственно, миру автокресел. Большое спасибо за предоставленный обзор систему от Cybox. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора. Автокресла, автолюльки и всего, что нужно для ребенка в автомобиле. И удачи. До свидания. Продолжение следует.